Евгений Будман Евгений Будман в гостях студии диалоги о ритейле и ритейл.ру Здравствуйте, Евгений! Сегодня подходит к концу второй день форума. Вы участвуете в деловой программе, уверен, встретились со всеми коллегами по цеху. Скажите, вот на ваш взгляд, о чем сейчас думают ритейлеры? Коррелируется ли это как-то с ситуацией, как вы ее видите? Какие переживания в отрасли уйдут? Как мне кажется, ритейл осознает происходящее событие как новую реальность. И термин «новая реальность» вместо термина «кризис» уже давно в ходу. И в этой реальности нужно вырабатывать успешные, эффективные стратегии, жить, работать и продолжать как-то двигаться вперед. И в моем понимании все антикризисные, посткризисные действия более-менее совершены, закончены и происходит адаптация. С учетом тех трендов, тенденций, которые существуют и в мировом, и в российском ритейле, и с учетом тех изменений, которые происходят с потребителями, происходят на рынке, с экономикой и так далее. Я не назвал бы эти события, которые произведут конъюнктуру рынка, положительной или позитивной. Она очень сложная, она очень непростая. Идет безостановочное падение и спроса, и розничной торговли. Но это не отменяет необходимости иметь долгосрочные какие-то планы, долгосрочные стратегии, адаптироваться с точки зрения и продукта, и канала продаж, и маркетинговой политики, и работы с эффективностью, бизнес-процессов и так далее. Поэтому вот так вот я это вижу. Какие для себя вот в этой долгосрочной стратегии вы ставите основные цели и задачи? Для нашей компании это вопрос товарной матрицы, вопрос адаптации товарной матрицы к существующему балансу цены-предложений на рынке. Это разработка и дальнейшее углубление нашей концепции, нашей бизнес-модели эмоционального ритейла, потому что мы считаем, что это очень интересная, необычная и выигрышная стратегия. Это борьба за повышение эффективности бизнеса. Это борьба за производительность, за увеличение выручки с сотрудника, с квадратного метра, за рост лайк-фо-лайк продаж, поиск дополнительных, может быть, нестандартных, необычных источников дохода и новых направлений бизнеса, региональное развитие, оптимизация всего, что мы делаем, опять-таки, с точки зрения оздоровления компании. Про эмоциональный ритейл, если отдельно. Вы были одним из евангелистов на рынке, кто первым начал продвигать эту идею. Вот сейчас, уже прошло пару лет точно с тех пор, на ваш взгляд, насколько это возымело действие, ну, конечно, возымело, если это стало частью вашей стратегии, но как российская аудитория, российский покупатель встретил эту идею? Ну, мы исповедуем поэмоциональный подход к ритейлу достаточно давно, еще с тех пор, как я и моя команда, мы были активными участниками IT-рынка и занимались Apple, и Apple нас научил, так сказать, эмоциям в ритейле. В детском ритейле, я считаю, что эмоции играют первостепенную роль, потому что здесь мы ориентируемся не только на взрослых покупателей, но и на детей, то есть мы для нас целевая аудитория, это семья, это не отдельный человек, а это именно вот семья, мама, папа, дети. Мы себя чувствуем в этой парадигме, внутри вот этой вот подхода, эмоционального подхода к ритейлу, мы себя чувствуем достаточно уверенно, и мы набираем опыт, я считаю, что мы имеем в этой области лучшую на рынке экспертизу и лучшее понимание, как строить продажи через эмоции, как строить маркетинг через эмоции, мы относимся к этому вопросу достаточно технологично, то есть это не вот случайно получилось, а мы делаем, мы понимаем, что и как мы делаем. Мы используем средства и средства дизайна, и средства влечения покупателей в процесс, и активное сотрудничество, кооперацию с крупнейшими брендами, с медийным контентом, и мы все вносим в наши магазины элементы театрализованного шоу, элементы тематических парков, мы все вот это делаем. Тогда, наверное, последний вопрос. В этом году портал Retailer.ru празднует свое 18-летие, и если рассматривать эту дату как некоторое совершенное летие, взросление, вы человек, который начинали заниматься розничьей торговлей еще на заре ее становления в России. На ваш взгляд, по каким критериям вы оцениваете то, что отрасль повзрослела, что изменилось в умах ее игроков? Вчера на ключевой панельной сессии министр промышленности торговли Денис Мантуров упомянул, что прошло 25 лет с момента принятия в 92-м году указа о свободе торговли. За прошедшие 25 лет Retailer российский очень сильно вырос, и в сферу розничной торговли пошли очень многие предприниматели. И кроме чисто национального российского Retailer в Россию пришло довольно большое количество международных, глобальных сетей, то есть уровень розничной торговли в России соответствует развитым странам и качество ритейла, и многообразие, разнообразие ритейла, и товарное предложение, и качество сервиса на очень высоком уровне. Конечно, есть еще куда двигаться, есть куда развиваться, и не Россия является, безусловно, трендмейкером в том, что касается движения, развития розничной торговли, но в России предприниматели очень быстро схватывают и внедряют то новое, что происходит в мире. Я считаю, что российская розничная торговля и особенно национальный сегмент достигли вполне зрелости и могут и являются привлекательными на фоне, в принципе, розничной торговли на тех рынках, где она существует десятки, сотни лет и где не прерывалась традиция. Но, безусловно, в той реальности, которая сейчас сформировалась для ритейла, для российского, будет очень важно фактически понять, как будет выглядеть аудитория, покупатель, потребительский спрос, потому что идет очень быстрое развитие цифрового пространства, мультиканальные модели продаж, идет очень быстрая рационализация и изменение поведения покупателей, в том числе в связи с тем, что каждый год на рынок выходит все большее и большее количество покупателей нового поколения, то есть тех людей, которые родились и выросли уже и при цифровом, при существовании интернета, при существовании цифры, цифровой реальности, но и также при отсутствии дефицита и при возможности выбора того, что хочется и того, что нравится. То есть реально то поколение покупателей, которое еще и является наследием советского времени, оно очень быстро уступает дорогу новому поколению. И это новое поколение, у него действительно другие поведенческие модели, другое поведение как потребителей, и ритейлу необходимо будет выработать новые стратегии и в цифровую эру, и с новыми покупателями, и будет, скажем, поиск и война на рынке оптимальных форматов, и будет вопрос очень серьезный и ценового позиционирования, и будет очень важный вопрос изменений на рынке в сфере маркетинговых коммуникаций в связи с новыми каналами и с тем, что будет все более и более новый канал. Сейчас очень интересное время, сейчас идет и в мире идет трансформация ритейла, ну а в России еще на это накладывается вот трансформация, связанная с экономической конъюнктурой. Спасибо, на мажорной ноте закончим. Субтитры создавал DimaTorzok